На юге нашей страны из-за жаркой погоды возросла угроза пожаров. Шемкенские спасатели отрабатывают практические навыки тушения условных возгораний в лесных массивах. В пожарно-тактических учениях задействованы все службы. Спасатели, полиция, лесники, коммунальщики. Все учились взаимодействовать при чрезвычайной ситуации. Ну а как прошла работа на предупреждение? Об этом более подробно Катерина Попкова. Жара на юге Казахстана постепенно наступает, чтобы быть готовыми к любым ситуациям. Городские экстренные службы провели масштабные учения. По замыслу учения, недалеко от лесного фонда Шемкента в 30-градусную жару вспыхнул огонь из-за сельхозтехники. Ветер быстро распространил пламя. Ситуация условная, но силы прибывают реальные. Опасность возрастает. Огонь уже приближается к жилому массиву и пассивным угодьям. Неожиданно и погода начала испытывать тех, кто приехал на борьбу со стихией. Резко палил дождь, усилился ветер. Конечно, есть трудности. На местах мы еще встречаем различные препятствия. Может, путь будет закрыт, так как территория степна, еще могут водогидранты отсутствовать. Зовем водовоз к тому времени, как он приедет. Огонь, возможно, хватит часть земли. И на учениях мы все это отрабатываем. В тесной связке работают сотрудники нескольких служб. Всего 37 единиц техники и больше 200 человек. Полиция обеспечивает порядок на участке. Лесники делятся знаниями о местности и растительности. А коммунальщики стянули в район учений тяжелую технику. Помощь идет из воздуха. У нас имеются беспилотные летающие аппараты, которые могут как в дневное, так и в ночное время, также в такую непогоду могут летать. У них имеются тепловизоры, то есть это новые беспилотные летающие аппараты, которые мы приобрели в 2023 году. Уже на многих пожарах успешно применяем. Не только жара повышает риск распространения огня, говорят специалисты. Люди жгут костры, а горят потом лесные массивы. Поэтому у пожарных в сезон с шашлыков и пикников наступает во всех смыслах горячая пора. Лесные пожары также вспыхивают из-за того, что люди курят, а потом бросают окурки, не тушат их. Это большая угроза, ведь стихия границ не знает. И тут специалисты просят не терять бдительности. Пожары такого масштаба, как на учениях, в Шымкенте, к счастью, происходят редко. Но ситуации почти всегда непредвиденные.